Агафья, Антон Чехов В бытность мою в Эннском уезде мне часто приходилось бывать на дубовских огородах у огородника Саввы-Стукача или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом так называемой генеральной рыбной ловли. Когда, уходя из дому, не знаешь дня или часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыбной снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатание, еда не вовремя, беседа с Савкой на продолжительные очные ставки с тихими летними вечерами. Савка был парень лет двадцати, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой, в его крепких, как веревка, мышцах развивалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все на деревне, в собственной избе. Пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха-мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная. Утром не знал, что будет есть в полдень. Не то, чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так. Не чувствовалась охоты к труду и не сознавалась польза его. От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житью, зря спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически подтягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии, вроде точения ни к чему не нужных, колышков или бегания с бабами на перегонки. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвиженность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелять, и глядел в одну точку. Двигался же по вдохновению, и не только когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистное движение. Ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить в широкую яму. Само собой разумеется, что при такой скупости на движение Савка был гол, как сокол и жил хуже всякого бабыля. С течением времени должна быть накопиться недоимка, а он здоровый и молодой был постным миром на стариковское место, в сторожа, и пугало на общественных огородах. Как бы ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в уст не дул. Это место, тихое, удобное, для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре. Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки. Кутька! Они дальше, как сажени на две от Кутьки. Земля обрывалась в крутой берег реки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обрезанный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревеньки, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Оставалась только одна белая, бледно-багровая полоска. Да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом. Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая, от незначайно летевшего ветра темнела ольховая роща. Налево тянулось необразримое поле. Там, где глаз не мог уже отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Подаль от меня сидел Савка, поджав под себя по-турецки, ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уже охватывала своей нежившей, усыпляющей лаской природу. Все замирало в первом глубоком сне. Лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный, членораздельный звук, похожий на фразу «Ты, Никиту, видел?» И тот час же отвечала сама «Видел, видел, видел». «А чего это нынче соловьи не поют?» спросила я Савку. Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупные, но явно выразительные и мягкие, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лазняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьиха. И тот час же, точно в ответ на его писканье на противоположном берегу задергал коростель. «Вот вам и соловей!» усмехнулся Савка. «Дерг, дерг, дерг, дерг!» Словно за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет. «Мне нравится эта птица», сказал я. «Ты знаешь, во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком». «Ишь ты, собака!» пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля. Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия. «А какой край для птиц роднее?» спросил он. «Наш или тамошний?» «Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит. Здесь у нее родина, и туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть». «Любопытно!» потянулся Савка. «Про что ни говори, все любопытно. Птица-то перья, человек ли, камешек ли этот взять? Во всем своя умственность». «Эх, кабы знать, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить». Просилась одна нынче претить. «Ах, сделай милость, я мешать не стану», сказала я. «Я могу и в роще лечь». «Ну вот еще!» «Не умерла б, коли завтра пришла». «Ежели бы она села, да тут разговоры слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком». «Ты Дарью ждешь?» спросила я, помолчав. «Нет, нынче новая просилась. Агафья, стрельчиха». Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом. Точно говорил о табаке или каше. Я даже прискочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал. Это была совсем молодая бабенка, лет девятнадцать, двадцать, недалее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, и муж ходил ночевать к ней с линией каждую ночь. «Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории», вздохнул я. «Ай, пусть!» И, немного подумав, Савка добавил. «Я говорил бабам, не слушаются, им дурам и горя мало». Наступило молчание. Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее, меланхолически однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростыля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а напротив придавали ей все большую монотонность. Казалось, тихо звучали, и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба. Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной кутики на меня и сказал, «Вам, барин, я вижу скучно, давайте ужинать». И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист. Потом он пополз назад и подставил передо мной мою водку и черепенную чашку. В чашке были и печеные яйца, ржаные репешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то. Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика и принялись за еду. Серая, крупная соль, грязные сальные репешки, упругие, как резина яйца, но зато как все вкусно. «Живешь бабулем, а сколько добра у тебя всякого», сказал я, указывая на чашку. «Где ты все это берешь?» «Бабы носят», промычала Савка. «Это за что же они тебе носят?» «Да так, из жалости». Ни одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской жалости. Так в этот вечер я заметил на нем новый, гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. я знала я знала о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить. Кутька, которая терлась около нас, терпеливо ожидала подарочка, вдруг навострила ушки и заворчала. послышался отдаленный прерывистый плеск воды. Кто-то бродом идет, сказал Савка. Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель. «ЦИТЬ!» крикнул на нее хозяин. В потемках глухо звучали робкие шаги и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно. Это была Агафья Стрельчиха. Она не смело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного-двоих, она слабо вскрикнула и отступила назад. А, это ты? произнес Савка, запихивая в рот лепешку. Я забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. Кланялся вам Яков и велел передать вот тут что-то такое. Ну, что врать, Яков? усмехнулся Савка. Нечего врать. Барин знает, зачем ты пришла. Садись, гостей будешь. Агафья покосилась на меня и нерешительно села. А я-то думала, что ты не придешь нанча, сказал Савка после продолжительного молчания. Что ж сидеть, ешь или нечто дать тебе водочки выпить? Выдумал, проговорила Агафья, пьяницу какую нашел. А ты выпей. Жарче на душе станет, ну? Савка подала Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула. Принесла что-то, продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок. Баба без того не может, чтоб чего не принесть. А-а-а, пирог и картошка хорошо живут, вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. Во всей деревне только у них еще и осталась зимы картошка. В потьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидание, я решил пойти погулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно Соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался. «Это вчерашний?» сказал он. «Постой же!» И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще. «Ну, на что он тебе сдался?» крикнул я ему вслед. «Остань!» Савка махнула рукой, не кричите, мол, и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом, но тут и таланты его тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусом. Так Соловьев он ловил непременно руками, стрелял бекосинником щук, или стоит бывало у реки по целым часам, и изо всех сил старается поймать большим крючком в маленькую рыбку. Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу в ладонью. От выпитой водки она уже начала опьянеть. Как живешь, Агаша? спросила я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать. Слава Богу, вы уж никому не рассказываете, барин, прибавила она вдруг шепотом. Ну, полно успокоила я ее. Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша. А если узнает Яков? Не узнает. Ну, а вдруг? Нет, я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет. Агавья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки. Скоро Соловей умолк, но Савка не возвращался. Агавья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села. «Да что же это он?» не выдержала она, «Ведь поезд не завтра придет, мне сейчас уходить нужно». «Савка!» крикнул я, «Савка!» Мне не ответило даже эхо. Агавья беспокойно задвигалась и опять встала. «Мне уходить пора», проговорила она волнующимся голосом. «Сейчас поезд придет, я знаю, когда поезда ходят». Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум. Агавья остановила долгий взгляд на рощи и нетерпеливо зашевелила руками. «Ну где же он?» заговорила она, нервно смеясь. «Куда же его унесла нелегкая? Я уйду! Ей Бог, барин, уйду!» Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту и еще минута и все стихло. «Покажу еще минутку!» вздохнула Агавья, решительно садясь. «Так и быть! Покажу!» Наконец в потемках показался Савка. Он бешум наступал босыми ногами по рыхлой огородной земле что-то тихо-тихо мурлыкал. «Ведь вот счастье скажи на милость!» весело засмеялся он. «Только что это самое значит подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал. Ах ты пес лысый! Ждал и ждал покеда опять запоет, да так и плюнул». Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и чтобы сохранить равновесие ухватился обеими руками за ее талию. «А ты что насуфилась? Словно тетка тебя родила?» спросил он. При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно с высокой и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, может быть это небрежное презрительное обращение и было одной из причин его сильного и неотразимого обаяния на деревенских дульсиней. Он был красив и строй. В глазах его всегда даже при взгляде на презираемых им женщин светилась тихая ласковость. Ни одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения надо думать имелое влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки как всеми привязанного неудачника и несчастного изгнанника из разной избы в огороде. А расскажи-ка барину зачем ты сюда пришла? продолжал Савка все еще держа Гафью за талию ну расскажи муж не на жена не что там брата Гаша еще водочки выпить? Я поднялся и пробираясь между грядами пошел вдоль огорода темные гряды глядели как большие приплюснутые могилы от них веяло запахом скопанной земли и нежной сыростью растений начавших покрываться росой. налево все еще светился красный огонек он приветливо улыбался и моргал я услышал счастливый смех то смеялась Агафья а поезд вспомнил я поезд давно уже пришел подождав немного я вернулся к шалашу Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо чуть слышно мурлыкал какую-то песню состоявших из одних только односложных слов что-то вроде фу ты ну ты я ты Агафья опьяненная водкой презрительной лаской Савки и духотою ночи лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену она так далеко ушла в чувство что и не заметила моего прихода Агаша а ведь поезд давно пришел сказал я пора пора тебе подхватил мою мысль Савка встряхивая головой что разлеглась ты тут ты бесстыжая Агафья встрепенулась отняла голову от его колена взглянула на меня и опять припала к нему давно уже пора сказал я Агафья заворочилась и привстала на одно колено она страдала полминуты вся ее фигура насколько я мог разглядеть сквозь потемки выражала борьбу и колебания было мгновение когда она будто очнувшись вытянула корпус чтобы подняться на ноги но тут какая-то непобедимая неумолимая сила толкнула ее по всему телу и она припала к Савке а ну его сказала она с диким грудным смехом и в этом смехе слышалась безрассудная решимость бессилие и боль я тихо побрел в рощу а оттуда спустился к реке где стояли наши рыболовные снасти река спала какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки как ребенок который хочет дать понять что не спит от нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее она слабо напряглась и повисла ничего не поймалась того берега и деревни не было видно в одной избе мелькнул огонек но скоро погас я пошарил на берегу нашел выемку которую приглядел еще днем и уселся в ней как в кресле долго я сидел я видел как звезды стали туманиться и терять свою лучистость как легким сдохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив агафья донесся из деревни чей-то глухой голос агафья то вернувшийся из тревожной муж искал по деревне свою жену а с огорода вслышался в это время несдерживаемый смех жена забылась опьянела и счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее завтра муку я уснул когда я проснулся около меня сидел савка и слегка тряс мое плечо река роща оба берега зеленые умытые деревни и поля все было залито ярким утренним светом сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца так-то вы рыбу ловите усмехнулся савка ну вставайте я встал сладко потянулся и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный душистый воздух агаша ушла спросил я вон она указал мне савка в сторону где был брод я взглянул и увидел агафью приподняв платье растрепанное со сполшим уголовым платком она переходила реку ноги ее ступали еле еле знает кошка чье мясо съела бормотал савка щуря на нее глаза идет и хвост поджала шкодливые эти бабы как кошки трусливые как зайцы не ушла дура вчера когда говорили ей теперь ей достанется да и меня в волости опять за баб драть будут агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне сначала она шагала довольно смело но скоро волнение и страх взяли свое она пугливо обернулась остановилась и перевела дух то-то то-то что страшно грустно смехнулся савка глядя на ярко зеленую полосу которая тянулась по расистой траве вслед за агафьей не хочется идти может а уж целый час стоит и поджидает видали его савка сказал последние слова улыбаясь а у меня похолодело под сердце в деревне около крайней избы на дороге стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену он не шевелился и был неподвижен как столб что он думал глядя на нее какие слова готовил для встреч агафья постояла немного еще раз оглянулась точно ожидая от нас помощи и пошла никогда я еще не видел такой походки ни у пьяных ни у трезвых агафью будто корчила взгляда мужа она шла то зигзагами то топталась на одном месте подгибая колени и разводя руками то пятилась назад пройдя шагов сто она оглянулась еще раз и села ты бы хоть за куст спрятался сказал я Савке не ровно тебя муж увидит он и без того меня знает от кого агашка идет на огород по ночам бабы не за капустой ходят всем известно я взглянул в лицо Савке оно было бледно и морщилось безгливою жалостью какая бывает у людей когда они видят мучимых животных кошки смех а мышки слезы вздохнул он агафья вдруг скачила мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу она видно собиралась силами и решилась не я я не я н н н н Продолжение следует...